У нас два типа. Это газовые гиганты, которые весятся примерно 10-30 грамм, напоминаю, Земля — это 10-27 грамм, Юпитер — 10-30, Солнце — 10-33. Это с точностью до коэффициента порядка π, естественно. Но полезно просто эти цифры держать в голове, чтобы понимать, что в географическом масштабе Юпитер находится ровно посередине между Землей и Солнцем. Кстати, светимость Солнца — 10-33, это тоже полезная цифра. И вот есть у нас газовые гиганты, а есть так называемые ледяные гиганты Уран-Нептон, про которые мы на самом деле знаем очень мало, потому что целевых миссий к этим планетам не было. Сейчас Европа только-только начинает это обсуждать. Это довольно интересно. И мы получаем опять эти письма, чтобы войти в рабочую группу. То есть это процесс такой длиннадолго. И вообще это, конечно, интересно. Потому что когда это будет реализовано, это будет очень нескоро, конечно, там, может быть, лет через 30. Но это будет, конечно, совершенно новый мир, потому что мы про вот эти ледяные гиганты не знаем практически ничего. Хотя это очень важный класс планет, потому что значительная доля экзопланет, которые мы наблюдаем, они похожи именно на такого типа. От Земли можно какие-то характеристики с телескопом посмотреть спектра? Еще раз? С телескопа измерить спектры. Измерить спектры, я тебя понял. А вот Уран... А, Уран-Нептон, нет, конечно, это делается. И мы с вами это через где-то другое обязательно обсудим подробно. Обязательно, конечно же... Я не хочу сказать, что мы совсем ничего не знаем. Но знаем все-таки достаточно мало. Спектр, конечно, характерный. А какие-то профили мы знаем? Профили... Ну, модели внутреннего строения, модели атмосферы, конечно же, есть. Но, опять же, нет такого глобального мониторинга, поэтому что там, наверное, происходит, мы знаем очень плохо. Но вот про Юпитер, пожалуй, мы знаем лучше всего. Потому что он, ну, во-первых, неплохо наблюдается с телескопом, он довольно большой. Значит, занимает он примерно где-то до 30 секунд, если он там в противостоянии. Наземный телескоп, то есть можно очень много деталей разглядеть, в том числе вот эти зоны, пояса, значит, вот эти вот... Белые области называются зонами, а темные — поясальными. И связаны с тем, что, значит, белые области — это область восходящих потоков. Там интенсивно комментируется облачность, а в поясах, наоборот, потоки нисходящие. Мы видим более глубокие слои атмосферы. Но также вот эти белые овалы маленькие, которые являются циклоническими и антициклоническими структурами. То есть это не синаптический структур. Сейчас мы покажем. Ну и, конечно, удивительно, что с самого начала астрономии Нового Времени, Галилея, Юпитер наблюдался в телескопе очень активно, и Галилей, как вы знаете, прекрасно открыл вот эти четыре спутника Галилеевых, спутника Юпитера, о которых мы тоже сегодня поговорим. Большую часть информации о динамике атмосферы мы знаем сейчас по наблюдениям стереоскопа Хаббл. Это была беспротенятная компания с гигантским количеством наблюдательного времени, с очень хорошим, не спектральным, а распространственным разрешением, что Хаббл это примерно 1,5 секунды или меньше, что позволяет строить для Юпитера очень качественные картинки. И это позволило действительно строить достаточно продвинутые модели атмосферы. Мы видим, как эти синаптические структуры взаимодействуют со средним потоком в зонах и поясах. Ну и вот одна из трехмерных моделей большого красного пятна, это модель в аппаратуре физической метродинамики, кармезомасштабная модель, трехмерная. В общем, нетеорологию Юпитера мы действительно благодаря этому масштабному наблюдению и по качественному современному модели циркуляции знаем достаточно неплохо. Но объясняется наличие вот этих зон и поясов. Одна из гипотез, она не подтвердена, потому что мы не знаем, как происходит циркуляция во внутренних областях Юпитера. Мы знаем только, мы можем моделировать циркуляцию атмосферы на уровне стратосферы и беженой атмосферы. Ну вот одна из гипотез состоит в том, что это же как бы система таких ложных вращающихся цилиндров, и на границах у нас формируются нисходящие и нисходящие потоки. А в них могут быть встроены еще малые цилиндры, которые приводят в наличие синаптических структур. Очень интересная особенность метеорологии Юпитера, которая была открыта совершенно случайно. Это были в начале 90-х аппарат Галилео, один из первых аппаратов, который целенаправленно отправлялся к Юпитеру. У него был так называемый дроп-зонд, то есть маленький отделяемый аппарат, который должен был не сесть, потому что у Юпитера нет поверхности, а нырнуть в атмосферу и идти на уровне какого-то украшения достаточного давления. Там был массовый спектрометр и ожидали увидеть очень богатую химию, чуть ли не аминокислоты. В общем, до миссии Галилео были некие иллюзии по поводу большого количества органической материи Юпитера и сложной органической материи. И вот этот массовый спектрометр не увидел просто ничего и даже не увидел уминового пара. Все страшно удивились. Такой был шок. Сначала думали, что прибор не сработал. Потом все-таки доказали, что направления были корректные. И тогда посмотрели внимательно, куда упал этот дроп-зонд. Оказалось, что он упал прямо в горячее пятно. Вот это загогулино, оно тут очень хорошо видно. Вот это, так называемый, значит, ход-спорт. Что это такое? Это вынужденная конвективная ячейка, которая стекулирует в обратную сторону. То есть там нисходящий поток горячий и нисходящий поток холодный. И в результате, когда мы вот эту горячую атмосферу еще и дополнительно разогреваем нисходящим потоком, она объединяется вообще абсолютно всем. То есть атмосфера там лишена облака, лишена облаков. Она абсолютно бедная, там тоже чистая дорога и гелия. Ну и вот по отсутствию облаков видно, что она такая синеватая немножечко. Это связано с полосами поглощенного метана. То есть мы здесь видим атмосферу достаточно глубоко. Ну, так же как у Сатурна. Сатурн вам немножечко более интересный. У Юпитера есть полярный вихрь. Полярный вихрь характерен вообще для всех планет. У Юпитера он такой очень сложный, динамичный, с сильным дифференциальным вращением. С большим количеством мелкомасштабных структур. Учить, чрезвычайно интересную пенонологию. Ну, давайте посмотрим, значит, немножечко подробнее, что собой атмосфера Юпитера представляет. Значит, состав практически солнечный. И даже, я бы сказал, извините за термин, космологический. Значит, вот эти 15% условно гелия и 85% водорода – это то вещество, которое было синтезировано в горячей Вселенной. Я не специалист космологии, поэтому не скажу вам на какой секунде, но достаточно рано. И если мы взвесим все вещество Вселенной, то пропорция там будет примерно такая же. И большинство его звезд имеет примерно такую же пропорцию водорода и гелия. В этом смысле Юпитер почти что звезда, во всяком случае, по объемному химическому составу. Ну, а вот дальше, если мы посмотрим, значит, на состав атмосферы, мы сразу видим совершенно радикальную разницу относительно планетельной группы. К тому, к чему мы привыкли. Значит, мы к чему привыкли, что достаточно много кислого газа, много азота и водяной пар, который, ну, вот столько, сколько позволяет температура. Значит, здесь мы видим, что водяного пара очень мало и, действительно, это практически столько, сколько позволяет температура. СО2 вообще какие-то там совершенно доли ППБ меньше, чем метанная масса. Соответственно, значит, много метана, значимо много, доли процента, много аммиака, сотни ППМ. Вот, ну, и дальше всяческие экзотические соединения водорода. Видите, PH3, ну, это понятно, это угли водороды, элементарная органика, H2S. То есть, понятно, что водорода там избыток и среда сугубо-восстановительная. Вот это фундаментальная разница между зоной планетельной группы и зоной планетельной группы. В зоне гигантов среда не окислительная, а восстановительная. Если у нас весь кислород связывается в воду и углерод существует в форме глюкислого газа, то в зоне гигантов в воду связывается, опять же, весь кислород наличный, углерод связывается в углеводороды, и существует еще большой избыток водорода, который пытается восстановить все, что он может восстановить. Серо, углерод, фосфор, все, что хотите. Вот, значит, если мы посмотрим на температурный профиль, то он достаточно банальный. Значит, это адебатическая атмосфера. Вот, интересно, что если мы продолжим вот это куда-то, куда в недра, то практически без изменения вот этот адебатический градиент мы можем протянуть почти до самого центра Юпитера, и там у нас температура будет примерно 23 градуса. То есть это, конечно, среда очень горячая, и понятно, что ни жидкой, ни твердой формы водорода при таких температурах будет неможен принцип. Вот. Ну, я не знаю, рассказывали вам что-то на лекциях про внутреннее строение Юпитера, должна была, в принципе. Значит, напомню, что основная часть, примерно две трети радиуса Юпитера, это металлический водород. Значит, ну вот, что такое металлический водород, наверное, никто из вас не понимает, я не понимаю, но я предлагаю относиться к этому так, что вот металлическая форма любого вещества, это означает только одно, что энергия фермы больше температуры. Если вы вспомните, как у вас устроена статистика свободных электронных металл, то вы в первую очередь обратите внимание на то, что у вас там распределение фермы. Энергия фермы достаточно большая, она равна химпотенциалам, и вот это обеспечивает вам наличие электронных проваливостей. За счет большой плотности ионной решетки у вас вот большая энергия фермы. Здесь большая плотность обеспечивается просто гидроскотическим давлением, большая температура приводит к полной ионизации, и вот эта плазма водородная, находящаяся при огромных давлениях и огромных температурах, она вынуждена тоже переходить к выровненному статистике с большой энергии фермы, которая превышает КТ. Это означает фазу металлического водорода. В лаборатории он был синтезирован, хотя в очень большом количестве на непродолжительное время. Значит, вот это у нас адиабатическая атмосфера, дальше где-то на уровне примерно одна десятая твара, одна десятая земля атмосферы у нас наблюдается перелом, и дальше температура начинает тихонечко расти. Область примерно до 10-4 бара, принято считать стратосферой, после которой температура начинает расти достаточно быстро, и эту мысль называют термосферой. Существует такой достаточно сложный трехъярусный облачный слой, но они немножечко попозже. Ну вот, поподробнее, как выглядят температурные профильные лепитеры, это уже достаточно строгие данные. Значит, вот здесь у нас одна десятая бара, видите, перелом температуры минимум. Дальше пошел адиабатический кредит, хотя он тоже идет с некоторым переломом очень быстро. Где-то на одной миллибаре у нас здесь нарисована изотермия, там по-прежнему растущий профиль, ну, в общем, это был вход от стратосферы к термосфере. Ну, вот задавался вопрос по поводу спектров, и, конечно же, спектры Юпитера измерялись многократно, с большим пристрастием, очень качественно. Ну, это вот один из таких спектров, который зарегистрирован в фурье спектрометром в тепловом инфракрасном диапазоне. Ну, что мы тут видим? Значит, мы тут видим гигантское поглощение на трех микронах, видите? Вот ничего нет на уровне 3,5-3,7 микрон. Как вы думаете, почему? Ну, что скажет Машвейский про красный спектроскописты? Ну, метан там 3,3. Там же 3,3 учитается. Ну, не только метан, а вообще вся органика. Связь CH, прямое колебание связи CH, это 3,3, 3,4, 3,5 микрон. Вот. И вот это все обеспечивает вот это гигантское поглощение. Здесь вообще просто ничего не видно. Вот. Дальше, значит, вот достаточно большая полоса 6-ти микронная. Это полоса воды. Вот. Ну, а дальше начинается там много-много всякое-всящее. Интересно, что спектры могут сформировать как линии поглощения, так и эмиссионные. Эмиссионные линии, значит, напомните мне, что это означает? Если я вижу в тепловом диапазоне, ну, допустим, там сколько у нас? 14 микрон, да? Вот в 14 микронах я вижу какие-то спектральные линии в эмиссии. Что это в первую очередь означает? Какую вылазь я сразу могу сделать? Оботносили. Ну, что меняется этиопатический градиент. Ну, как вот, допустим, кажется, что линии эмиссии СО2 возникает в атмосфере метана. В зависимости от температуры поверхности нет. Что значит меняется этиопатический градиент? А этиопатический градиент – это константа. А чтобы его поменять, надо ли в состав атмосферы изменить, либо изменить силу гравитации. Ну, я не знаю, я забыл, как это называется. Ну, субадиопатический градиент становится. Ну, не просто субадиопатический. У нас там температурная инверсия. Почему? Потому что вот у нас высота, температура. Вот. Ну, мы нарисуем какой-то профиль. Значит, тут атмосфера. Дальше мы будем прости, начнем дальше нам ждать. Вот термосфера. Значит, вот здесь в этой области. Ну, и, допустим, у нас есть какая-то центральная полоса. Это значит, что в пиках поглощения, потому что поглощение велико, у нас атмосфера будет эффективно излучать с какого-то верхнего облачного слоя. А вне, ну, просто потому что все, что глубже, оно успеет поглотиться. То есть эффективный излучающий слой атмосферы – это такой, от которого и до бесконечности там порядка единицы. Ну, единица – это условно, потому что, ну, как и любая такая приближенная величина, она, в общем, ссылается на нестрогие данные. Но эффективно излучать будет элементы. И поэтому на той длине волны, где у вас формируется пик поглощения, где там, ну, кувет, допустим, она компактная, как это слышит, там все линии слои. У вас этот излучающий слой будет повыше. А вне полосы поглощения, наоборот, он будет пониже, потому что вам нужно добрать больше оптическую толщину, чтобы обеспечить вот это поглощение. И что получается? Получается, что если у нас пиктральные линии выглядят таким образом, то это значит, что в центре линии у меня воплощение меньше, чем на большей высоте. Значит, я пишу, что W центральная, меньше или равно, чем... В общем, если эта логика понятна и вопросов тут нет, то за нами реализация всех этих идей. Видите, спектры очень разные. То есть, если мы в левой области, более длинноволновой, действительно, наблюдаем весь зоопарк от этих линий поглощения, тут еще понятно и прозрачно, то в новых приборах там ошибка, судя по всему, гораздо меньше. Но, тем не менее, те же самые линии поглощения выглядят. А вот если мы уйдем в более длинные волны, видите, там, наоборот, здесь линии поглощения, а здесь они в эмиссии. Значит, что это означает линия эмиссии? Это означает, что где-то на каком-то этапе у нас температурный профиль пошел с инверсией. И если смотреть на реальный профиль температуры на Юпитере, то, ну, вот эту инверсию можно увидеть как раз там выше. Там по паузе, там по полному. Кусочек, вот видите, какая жесткая инверсия. Собственно, здесь вот проводятся вот эти вот ветви, которые у нас торчат в эмиссии. Кстати, можно еще вопрос насчет СО2? Вы сказали, что там такое содержание, как метан на Марсе, то есть это просто за счет того, что в целом там масса сильно больше, его удалось промерить или что? Нет, еще раз. Значит, на Марсе избыток кислорода. Среда окислительная. СО2 сам себе меньше. Как удалось его промерить с такой точностью? Кого? СО2. На Юпитере? Да. Ну, спектральный момент, точность особо высокая, потому что, да. Просто, я говорю, это вот именно все различия абсолютной массы? То есть почему, если на Юпитере удалось промерить СО2, на Марсе до сих пор не промерен и там? А, понял. Вопрос понял. Да. Но смысл в следующем. Во-первых, СО2 на Юпитере гораздо стабильнее, чем на Метан на Марсе. Метан на Марсе вообще вещь непонятна, она ведет себя очень странно. Во-вторых, у СО2 все-таки больше полос в среднем. Есть и обертоны, есть и фундаментальные полосы, и СО2, но очень непонятно. Тем не менее, отличие фундаментальных гигантов от планет земной группы в том, что в земной группе атмосфера окислительная. Соответственно, весь водород связывается с водой частично в спирт очень небольшим количеством. Всякий вид водорода, точнее, водород связывается с водой, по всякой органикой, а в зоне планет-гигантов у нас, наоборот, в воду связывается весь кислород. Остается большой избыток водорода, который восстанавливает абсолютно все. По этим профилям можно увидеть большое количество предельных углеводородов. И вот такие экзотические вещи, как PH-3 и даже Германия PH-4. Это вертикально распределение. Да, это вертикально. Но это фотохимические модели. Понятно, что это как-то не виднаемые вещи. Но мышьяк H-3. Какое-то уже соединение у Питера есть. Естественно, мяк в большом количестве. Да, это совершенно другой мир, совершенно другая химия. И вот есть ион очень хорошо известный, H-3+, просто вот водород, но не в виде молекулярного водорода. Значит, когда к водороду еще приделывается, молекулярному водороду приделывается еще один протон. Получается положительно заряженный ион, экзотический ион. Удобен тем, что дает достаточно сильные эмиссионные линии в среднем ЭК-диапазоне и его хорошо наблюдается. Но это под давлением, да? Нет, это все стратосфера и международная атмосфера. Это как раз та область, которая находится в состоянии нарушения локального динамического равновесия, где все хорошо наблюдается. По динамике атмосферы Юпитера, на самом деле, несмотря на то, что там наблюдения есть и качественное понимание есть, вот таких реальных моделей глобальной циркуляции сейчас не так много. Значит, вот группа Клазара такая модель разрабатывается в Штатах, еще несколько групп в Штатах, значит, в Европе, где-то, в первую очередь, где-то, 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 где-то в Германии, французы, ЛМТ, по-моему, что-то делают. Но в основном, значит, на чем идет игра? Идет игра на подгонке профиля температур. И это, опять же, в первую очередь нам с вами целеуказание, потому что надо научиться мерить скорость метра на Юпитере. Это действительно очень важная, амбициозная и интересная задачка. Но это сделать импетельным просто сложнее, чем импетельным. Пока же все эти модели подгоняются именно на полутемпературный профиль. Но в принципе они дают достаточно реалистичные результаты. А за сколько точен? Температурный профиль не посчитан или он как-то померен с какой-то точностью? Температурные профили как раз померены. То есть вот эта картинка измерена. А это уже профиль ветра, который посчитан. А вот эта картинка измерена. Измерены опять же по нифракрасным спектрам уходящего теплового излучения. Ну вот здесь эти профили можно представить в виде картинок на нескольких разных высотах. Как распределена температура. Видно, что на уровне одной четверти атмосферы там совершенно четко вот эта структура зоны поясов прослеживается. А в верхней атмосфере уже от этого почти ничего не остается. Ну вот так выглядит температурный профиль на Юпитере. Значит, это уже стратосфера и термосфера. Обратите внимание, что это микробары. Значит, это логарифм. То есть, если логарифм двойки, то это, значит, 200 микробар. То есть это все меньше 1 микробара. Ну и мы видим, что сначала он почти адиабатический. Это тропосфера. А дальше он становится существенно субадиабатическим. Это график к статическому устойчивости. То есть, если это тропосфера, то это минус адиабатический. Ну, это как бы лишний раз подтверждает, что... Атмосфера на Юпитере, она лепатична. Вот очень большая. Но если сравнить, мы еще позже вернемся к этому анализу, но тем не менее, вот сразу уже, наверное, имеет смысл сравнить, что мы имеем по обилиям основных элементов и основных соединений в зоне планет-гиганта. Значит, ну вот если за единицу взять водород, который все-таки там, скажем, крути, создаёт основную массу, значит, что мы видим? Мы видим, что на Сатурне гелия по какой-то причине меньше, а на Уране и на Нептуне больше. Значит, аммиака везде много, значит, от 10-2 до 10-3. Метан. Ой, прошу прощения, метан, да, конечно. Значит, метан на Юпитере не насыщается. Уже в атмосфере Сатурна, из суток Сатурна-Титана, метан насыщается, и точно так же, как и водяной парой, является примерно составляющей, просто связанной с конденсацией. Вот. Ну, всякие изотопы метана, они, в общем, примерно соответствуют тоже солнечно-космологическим соотношениям. Аммиак помянутый. Вот. Ну, и вот то, что мы уже с вами видели, значит, PH-3, Германия, H-4, Арсеникум-H-3. Где-то в хвосте у нас, значит, целое и целое. Вот. Ну, вот видно, что все-таки по основным малым составляющим Юпитер и Сатурн, во-первых, они примерно соответствуют друг другу, во-вторых, у них малая составляющая существенно меньше, чем у ледяных гигант. И это тоже некая загадка, которая требует своего разрешения. Важный параметр отношения детелей к водороду. Если вы помните, значит, когда мы с вами рассматривали Венеру, то там отношение детелей к водороду где-то в 200 раз превосходит земное, потому что, как мы считаем, Венера пережила вот такую климатическую катастрофу глобальную, парниковый взрыв, когда атмосфера стекала в космос, и вода диссоцировала на кислород водорода, кислород связывался с СО2, а водород убегал, значит, через Максвеллские хвосты, убегал наружу. Для Юпитера эта история еще более, на самом деле, важная. Но вы посмотрите, как здесь выглядят эти соотношения. они, в общем-то, близки достаточно к Солнечному. Если по различным, значит, это аппарат Галилео, это на Земле наблюдения, это кометы прошли, ну вот видно, что примерно где-то там 2,5 на 10 минус 5. Значит, если мы посмотрим состав Солнечного ветра, то там тоже будет где-то там будет где-то на 10 минус 5. То есть, несмотря на то, что этот водород на планету не возвращается, если он убегает, то он убегает не всегда, так же, как и Дейтерия. Ну, большие планеты, они обеспечивают достаточно эффективную защиту своим атмосферам с тем, чтобы вот это убегание было действительно с тем, что здесь почти ровно соотношение к Солнечному. Ну, я вот вам уже говорил про такой забавный ЮМ-Машпи-плюс. Вот так выглядит его эмиссия, если интересно. Значит, 4,7-4,9 микрона, 2 трекорезка пика, между ними что-то. В общем, я, особенно тем, кто уже как-то вникал в спектры спектоскопии полного гиганта, посмотреть, действительно, как, ну, посмотрели оригинальные статьи, с этим и наблюдали. Это где-то в середине 90-х они были открыты, по-моему, Мартелла. Достаточно ёмкая эмиссия для наблюдения, и она, с её помощью, удобно наблюдать динамику. Для этого она, в основном, не использовалась, она такая диагностическая. Ну, опять же, значит, если посмотреть на изотопные соотношения, точнее, значит, не просто изотопные соотношения, а соотношения благородных газов и летучих. Вот это интересно. Значит, ну и что мы видим? Мы видим, что на Юпитере у нас практически всё соответствует солнечному значению с некоторым увеличением количества летучек. Вот. И это, значит, связывается с тем, что, когда планета промегровалась из планеты Земали, эти планеты Земали, значит, содержали лёд. А лёд в этой протосовочной туманности ацербировал вот эти молекулы летучих. И когда они падали, значит, ну, соответственно, планета приобретала этот материал. Такая вот современная гипотеза. Посмотрите, как выглядят эти ворота. Это достаточно грубая оценка всё-таки. Здесь у нас коэффициент почти больше сидит. Ну, может, там полтора. Но всё равно достаточно много. Значит, что вываливается из этой картинки? Из этой картинки вываливается кислород. Потому что существуют горячие пятна. И там совершенно другая микрофизика. И цикл воды совершенно другой. Вот. И вываливаются гелий и неон два благородных газа. Потому что это связано с процессами в метрах планет для гипотеза Липитера и Сатурна. Спасибо. Во всем же остальном, Липитер совершен в соответствии с Солнечным составом. И вот, в этом смысле, такая планета очень удобная. Они в качестве эталона можно использовать. Ну, вот немножечко про облака. Про то, какие циклы химические приводят к промированию облаков в атмосфере Юпитера. В атмосфере Юпитера три яруса облаков. Самый нижний, самый обильный, это обычные водяные облака. Причем это, как мы привыкли с вами, это жидко-капельные облака. Поскольку там температура уже довольно приличная, недоклавное давление приличное. Выше этого идет вот такое хитрое соединение NH4SH. Называется гидросульфид аномия. Но вот если абстрагироваться от того, что NH4, у нас есть NH3, и вот прибавили серу и прибавили там какое-то количество водородов. Вот получили гидросульфид аномия. Ну, и наконец, самый верхний ярус, это лед мягкий. Ну, и вот примерно такой цикл существует, который формирует эту облачную систему. Значит, вот этот цикл довольно похож на тот, который реализуется на Титане. Образование вот этого органического образования, так называемого фалина. На Юпитере, на Сатурне нам тоже есть. Все это образует такую стратосферную дыму, из которой потом выпадают различные соединения, в том числе и кристаллики аномия. На Ну φо, люди, рельга, обыкнутые сочные 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 классы. На Сатурне нам нужно просто... На Университет. Насколько видимый вихрь динамичный, то есть, допустим, если мы будем далеко от Юпитера, мы увидим эту динамику, или мы будем воспринимать ее как статическую картинку все-таки, то есть, насколько она динамичная? Ну, конечно, ее надо достаточно долго регистрировать, это не то, что такое быстрое движение. Ну, по-разному. Вообще, период обращения Юпитера на поверхности, это всего лишь на 9,5 часов, достаточно быстро. Вот, ну, значит, говоря о Юпитере, конечно, необходимо отметить его огромную роль в формировании облака Орта, формировании когнитного галла, и формировании пояса астероидов, и, в конечном счете, в защите Земли и планетельных групп от постоянно падающих метеоритов. Вы знаете уже, что был на планетах такой период интенсивной метеоритной погладировки, это примерно первые 2,5 лет, и это могло бы продолжиться гораздо дольше, и могло бы кончиться гораздо печальнее, если бы коллеги не поддержали, точнее, если бы Юпитер не выбросил этот материал на далекую периферию, которая образовала область Орта и вот эта внутренняя область в какой-то расходе. Значит, эти события наблюдаются редко, но наблюдаются сегодня. Значит, вот такой механизм, он достаточно просто выглядит. Значит, вот у нас летит кометра, она подходит достаточно близко к Юпитеру, и она могла быть вообще в плоскости эклиптики, могла чуть-чуть совсем, так сказать, отклоняться недалеко от орбиты. И вот за счет этого гравитационного маневра она может уйти по совершенно другой траектории, если бы приблизиться достаточно близко к Юпитеру. Эти гравитационные маневры, они, кстати, по листике межпланетных аппаратов достаточно активно используются сейчас. Ну, практически во всех межпланетных перелетах к дальним планетам там как минимум один-два гравитационных маневр есть, а часто больше. Сначала у Венеры, потом там у Земли, и потом у Питера. Вот Розетта, недавно состоявшаяся в Миссии, она тоже, так сказать, использовала такие гравитационные маневры. Ну, и в результате, значит, у нас образуются вот эти таких хаотических выбросов, у нас образуется физическая гала, а внутренняя область, где выбросы менее такие радикальные, менее хаотические, она формирует так называемый Коперовский путь. Ну, и вот событие знаменательное, оно было уже достаточно давно, поэтому я позволю себе напомнить, это падение кометы Шмутера на Юпитер. Это действительно замечательное событие, но пока что это единственный эпизод, когда люди напрягают падение кометы на планету. Это как элементарный процесс, как раз периода метеоритной пробировки, он очень важен. И действительно, это, конечно, сильно модифицировало местную атмосферу Юпитера, это наблюдалось. Ну, вот по порядку, значит, как это происходило. Это был 1994 год, я тогда был, значит, я закончил в 2001, был таким многоиспеченным молодым специалистом, и вот поехал там в одну из первых своих международных конференций Американского астрономического, планетного отделения Американского астрономического общества, ДПС. И как раз вот в это время там, незадолго до этого было падение, там была большая помпа, большой бунт, там куча докладов, вот, страшно было интересно все это видеть. Значит, как это происходило? Примерно за полгода или за восемь месяцев была открыта эта комета. Значит, Шутнекер... Леви — это вообще любитель, а Шутнекер — это такой профессиональный астроном, который занимался в основном всякими метеоритами. И вот уже тогда стали всякие программы выделять деньги на исследования астероидной опасности, и под это дело было задействовано достаточно большое количество маленьких скромных телескопов. И вот эта программа, она позволяла там как-то выгребать огромное количество новых объектов, что нет там астероидов, как-то лежат. И вот они, значит, увидели, что есть объект, который должен сделать такой вот тоже гравитационный маневр вокруг Юпитера, но маневр, не уходящий там по гиперболической траектории на бесконечности, а образуется элитическая орбита очень узкая, которая пересекает Юпитер на обратном пути. Значит, комета не убедила полет. И вот при первом пролете комета была разорвана на достаточно большое количество фрагментов, и вот такой вот пулеметной очередью она, значит, выстрелила в Юпитер. Причем происходило это на ночной стороне, мы не могли видеть непосредственно вспышек, но видели последствия, потому что Юпитер достаточно быстро вращается, и там уже через несколько часов мы можем наблюдать эти последствия. Вот это вот реальные совершенно картинки из Хабблского телескопа. Вы можете посмотреть, как это выглядело. Значит, это картинка, там видимый ультрафиолет, это картинка инфракрасная. Значит, обратите внимание, это Кековский телескоп. Обратите внимание, в видимом диапазоне мы видим темные облака на светлом фоне. Это следы удара, впоследствии удара. В инфракрасном диапазоне мы, наоборот, видим светлые пятна на темном фоне. Почему? Значит, ответ такой, когда падает фрагмент. Значит, это, конечно, совершенно хатастрофическое событие. Вот там десяток или несколько десятков фрагментов, я не помню точно, сколько их было, это действительно там сотни, или, может быть, в тысячу раз больше, чем весь ядерный безопас на Земле. Это гигантская энергетика. Образуется вот эта вот картинка, которую, значит, тогда только-только начинали на суперкомпьютерах считать подобные хатастрофические события. Это сандийская лаборатория, национальная лаборатория штатов, которая была создана под ядерной программой в основном. Это прямая задача. Ну, некий аналог нашего Лосаро, ядерного центра. Вот, и они на самых мощных компьютерах той поры, значит, посчитали вот модель, как этот Fireball, так называемый, шар, распространяется в атмосфере. Вот видите, тут возникает такой гриб, он косой, потому что, значит, траектория входа косает. Гриб, потому что очень большой предел плотности в атмосфере, то есть тут несколько шкал высот. Естественно, ему гораздо проще расширяться в верхней атмосфере, чем внизу. Вот, и на каком-то уровне, вот здесь он вот этой красной черточкой, значит, обозначен, образуется дымка. Ну, сажен, грубо говоря. Вот, при этом видимая поверхность облаков находится ниже. Значит, что при этом происходит? Видим в диапазоне, мы видим как раз поверхность облаков. Именно поверхность облаков рассеивает свет, который мы наблюдаем. Если выше лежит дымка, естественно, мы видим эту дымку, она черная, она насосняет облака. Значит, теперь, что происходит в инфракрасном диапазоне. Значит, в инфракрасном диапазоне, обратите внимание, Юпитер вообще достаточно темный за отключением полюсов и некоторых зон. Почему? Потому что в атмосфере Юпитера много метанов. Метан эффективно поглощает икар. И пока свет доходит до поверхности облаков, отражается, рассеивается, попадает к нам, к наблюдателю, икар, в среднем икар изучении поглощается метаном. Значит, если мы располагаем дымку выше поверхности облаков, тогда свет, рассеиваясь, поглощается метаном меньше. И поэтому мы видим яркое пылу. Это вот, не сразу догадались почему-то. А полюса яркие, потому что там как бы покасательнее проходит, да? Полюса яркие, потому что там рассеивает более высоко отблежащий, да, более высоко отблежащий слой слабой дымки и действительно не успевает поглотиться метаном. Вот, значит, ну вот, я так, немножечко с вами движим уже на лопом, то и ромом. Я постараюсь вам, наверное, и про Юпитер, и про Сандун сегодня все-таки рассказать. Следующая лекция отдельно Титану посвятима, он того вполне, так сказать, заслуживает. Вот, а сейчас про Галилеевы спутники Юпитера. Это чрезвычайно тоже интересный материал. И, по всей видимости, предмет для будущих миссий. В этом случае вот ближайшая миссия европейского филитера Джоса, она так и называется, Джоген Айсимон Эксплора. И, кстати, миссия Галилеева во многом была заточена тоже под скульпники. Ну, так вот, что вы узнавали в лицо. Ио, Европа, Ганимет и Калиста. Они находятся на внутренних орбитах. У Юпитера там огромное количество спутников, даже 30 тип. Ближе Ио находится Амальтея и, по-моему, еще один забор. Это маленькие совсем спутники. Значит, их можно отличить сразу по возрасту поверхности. У Ио поверхность покрыта серой, потому что там активный паукомизм постоянно действующий. У Европы поверхность ледяная и вся покрыта трещиной, то есть трещинами это молодой лед. У Ганимеда, значит, там есть следы уже нотеоритных кратеров, в отличие от Европы. И видны следы ледяной тектоники. На Калиста мы вообще никакой тектоники не видим, видим только кратеры. Вот эти светлые пятна – это лед, ледяные фрагменты. Спутники в основном состоят из-за льда. Вообще, в зоне планет гигантов все малые тела – это целиком тела ледяные. Это там самая распространенная порода. Сейчас я переключусь немного. А вот в спутниках предполагается, что есть слой под поверхностные океаны, там жидкие воды. А насколько вы видите это реальное исследование? Ну, сейчас поговорим про регионы. Вот смотрите, значит, вот так выглядит современный список спутников Юпитера, 50 штук. А у них там у всех названия? Названия, да, названия есть у всех. Не факт, что это там исчерпывающий список постоянно обновляется, но на каком-то этапе такой уже. Значит, ну вот что важно знать про лилевые спутники. Главное того, что их надо узнавать в лицо. Значит, самая, пожалуй, важная их характеристика – это их резонансные орбиты. Европа, Ю, Европа и Ганимет находятся в самом сильном резонансе, который вообще существует в природе. Это так называемый трехчастотный резонанс Лопласа 1, 2, 4. То есть, Ю к Европе как один к другу, Европа к Ганимеду как один к другу, и, соответственно, Ю к Ганимеду как один к четырех. И в результате у нас они постоянно сближаются друг с дружкой и, естественно, очень сильно влияют друг на друга. Мы с вами уже там разбирали в прошлый раз, что эти резонансы бывают устойчивые, бывают неустойчивые. Резонанс Лопласа – он устойчивый, очень. И для того, чтобы его поддерживать, спутники вынуждены слегка деформировать свои орбиты. И вот у Ио и у Европы поддерживается этим резонансом некоторый экстронситет. Он, как вы помните, делает резонанс устойчивым, а неустойчивым. И за счет того, что имеется экстронситет, та же самая Ио, она, на самом деле, движется не по окружности, а по некоторому иерексу. И если приближается к Юпитеру, то удаляется. Соответственно, она находится в переменном гравитационном поле. Гравитационное поле Юпитера, можно догадаться, достаточно сильное. И это означает, что спутник будет испытывать приливное воздействие со стороны Юпитера. То есть он сначала в одном месте, потом в другом. Его деформировало гравитационное поле, потом деформировало и таким образом. И таким образом оно все время отискрытся. Мнется, деформируется, и внутри рассеивается энергия. Вот эта энергия, она приводит к тому, что недра разогреваются, и существует вулканизм. Значит, в случае Ио, это приливное воздействие привело к тому, что спутник практически полностью потерял все свои летучие соединения. То есть льда там вообще не осталось. Осталось каменное силикатное гидро, но и какое-то вот тоже каменное, так сказать, сервиское мантик. У Европы тоже существует приливное рассеяние энергии, и мы видим эффект этого рассеяния по вот этим молодым крещинам. То есть видно, что спутник достаточно живой, там есть внутренний источник энергии. И вот этот дополнительный разогрев приводит, в частности, к тому, что действительно там может образоваться устойчивый океан. Это примерно под 100-толометровой толщей льда. Та же самая история у Ганимеда, но у Калисто. Во-первых, ядра нет вообще, там считается, что, знаете, не дифференцированная. Она такая однородная, но и существует ледяная кара. То есть Калисто самый такой спокойный, самый древний, спутник самой древней военности. Ну вот так выглядят эти модели внутреннего строения. То есть к этим океанам надо относиться просто как к жидкой льняной мантии. Поскольку вот все, что за пределы гидра, это на самом деле еще лед. То есть, когда BBC говорит, что полетят туда, NASA пробурят и там будут плавать какие-то эти дроиды, это все ерунда, да? Ну, я не представляю, как пробурить 100 километров. Другое дело, что наблюдать их можно. И можно попытаться действительно хотя бы оценить химический изотопный состав этих океанов. Вот. Это сама по себе очень интересная история. Она базируется на идее экзосфер галереевых ступиков. Значит, экзосферы были обнаружены относительно недавно у Ганимеда и Европы по наблюдениям Хаббинского телескопа в ультрафиолете. Были обнаружены эмиссии в молекулярном кислороде. Кислород там образовался из-за ассоциации огненной пар. Огненной пар, по всей видимости, просочился через какие-то трещины в корректе. И эта история надела много шума, потому что это даёт нам реальный шанс заглянуть внутрь, вот в эти вот подлённые океаны галереевых ступиков. И планируемое будущее вместе с Габбинером, в частности, ПЮС, содержится тоже эксперимент с SWI, который в качестве одной из основных научных задач как раз полагает наблюдение этих экзосфер у галереевых ступиков. Но вот обратите внимание, значит, какие количества. То есть это 10-14 молекул на квадратный сантиметр. Это очень малая причина. Для Земли на квадратном сантиметре у нас с вами, значит, один килограмм на один килограмм – это 10-25 молекул. То есть примерно одиннадцать порядков меньше, чем земная атмосфера. Потому что это очень дороже, как разреживая атмосфера, и наблюдать их достаточно непросто. Ну вот, значит, по способу формирования поверхности они подразделяются, значит, вот эти процессы, которые формируют поверхность, подразделяются на магматические, тектонические и импактные. Это как раз вот этот вулканизм, который условно воздействует на инвенционном поле Юпитера. Тектонические они – это движение, значит, коры, объекция в Мантии. Ну и импактные, понятно, что эти теоретные бомбардировки. Чем больше преливной энергии рассеивается в метроскопе, тем, естественно, больше магматических процессов играет, но и частично тектонических. Ну, про атмосферу мы немножечко с вами говорили. И вот так выглядят эти атмосферы по данному моделированию. Значит, опять же, основная компонент – это молекулярный кислород. Допустим, вот Европа – это кислород, это атомарный кислород. Воды – вот, совсем чуть-чуть. Здесь четвертый молекул на кубический сантиметр, это вообще ничто. И совсем-совсем чуть-чуть, значит, гидроксид. Ну, вот ганимет тоже моделировали. И вот вертикальный профиль водяного пары. В зависимости от фазы оборотов по орбите вокруг Юпитера, вот он может меняться таким образом. Значит, видите, там, да, на четыре порядка величины может варьировать содержание динамок. Экзосферы очень-очень экзотически себя ведут. Ну, вот, значит, мы с вами говорили про просачивание порог воды через коров. Ну, значит, вот этот процесс получил название «криовулканизм». Криовулканизм вообще наблюдается не только далеко у Европы. Он наблюдается очень активно у спутника Сатурна и Ницелада, наверняка вы слышали и видели картинки, и у спутника Нептуна-Тритона. Там такие гейзеры, эти холодные, существуют. Ну, вот вообще под коровулканизм принимают любые, значит, извержения в холодной среде, во льдах, вызванные каким-то внешним энергетическим воздействием. Ну, вот, немножечко больше можно рассказать там про конкретный спутник, так вот, про Ганимед, в частности, потому что в свое время здесь в ИКИ собиралась большая международная конференция по исследованию Ганимеда, был даже такой проект сформированный пилотный, потом Москосмос не поддержал, по-другому, никуда не вошло, но, тем не менее, вот интерес он проявляется, и, конечно же, к этим спутникам будут отправляться миссии, в том числе и связанные с посадками поверхности. Вот так примерно выглядит, значит, модель внутреннего строения, то есть это жидкое железное или железно-серное стейледро, силикатная мантия, ледяная мантия, которая, возможно, жидкая, а, возможно, твердая, либо со смешанными фазами, вот, ну, и, наконец, ледяная КА. Вот, то есть, по объемному соотношению примерно 60% это КАМИ и примерно 40% это ЛЁД. Ну, и это дает вот среднюю плотность порядка двоечки, что довольно типичное значение для зоны планет Германии. Ну, почему делается вывод, что все-таки океан жидкий? Значит, по наблюдаемым деформациям поверхности, они наблюдаются после телескопа, в результате, значит, изменяющегося эволюционным проявлением. Вот видите, значит, в одном случае это 7 метров, в случае жидкого океана, в случае, если там анти твердые, то это все уже вполне. Это, в общем, величина, которую мы наблюдаем, на которую можно отличить. Ну, вот, как выглядит эта кривотектоника. Вот так выглядит глобальная карта Ганимеда. Значит, тут видны вот такие, значит, протеки, как раз следы кривотектоники. Значит, на поверхности что мы видим? Мы видим в основном ледяным лед до 90%, но не всегда им везде только лед, это может быть смесь леда и камней. Значит, наблюдается также лед CO2 и какие-то следы блоки серы и аммиака. Значит, по котирующим спектрам аппарата Галилео были отождествлены всевозможные гидротированные породы. Видите, магназ 4, магназ 4, магназ 1, и так далее, и так далее. То есть, найти очень большое количество льда приводит к тому, что та оборота, которая не летучая, не нападает, она достаточно легко гидротируется. Но при этом есть большое количество спектральных деталей, которые вообще никак не интерпретированы, и, на самом деле, химический состав и нейрологический состав нам далеко не понятен. Магнитное поле, опять же, есть собственное у галилеевых спутников, связанное как раз с наличием Бридского океана, это невиденное магнитное поле. И, конечно, надо понимать, что вся эта махина в гидросфере Юпитера включает в себя эти бурелевые спутники, но и в каком-то смысле препятствует посадке туда любых космических аппаратов, не говоря о пилотируемых, и автомат туда отправить крайне сложно, потому что радиационные пояса в атмосфере Юпитера обладают гигантской разрушительной силой. Поэтому, если на Европе там можно находиться несколько часов буквально, аппарат, то для ганимеда там уже условия существенно повыше. Вот так выглядит взаимодействие магнитного поля Немеда с магнитным полем Юпитера, то есть вот замкнутая силовая линия, которая пересоединяется, то есть она выдирает часть силовых линий, находящихся полюсов, и пересоединяется с магнитным полем Юпитера. Вообще, конечно, магнитосфера планет гигантов – это очень-очень богато по-любому. Еще одна картинка, как все должно выглядеть уже со всей методоморфологией, но мы не будем долго останавливаться. Но вот эти цифры для нас достаточно печальны, потому что, как раз точно я говорю, это левые спутники и радиус их орбит в радиусах Юпитера, а это доза радов в день, которую получает аппарат или человек, который там находится. Ну, мы видим, что в Европе ситуация хуже, чем на Белимиде. Значит, ну вот здесь, допустим, 5 на 10 на 4, а здесь, допустим, там 3 на 10 на 2. Поэтому, несмотря на то, что Европа очень привлекательный объект, и несмотря на то, что, конечно, там вот эта полуметровая площадь, да, там вскроет, все, никакой радиации там не проникнет, но посадить туда аппарат крайне сложно просто потому, что до сих пор не существует электронников, которые придерживают эти услуги. А на Белимиде океан менее привлекательный? На Белимиде вообще не факт, что это океан. То есть, в Европе, в общем-то, то, что океан жидкий, предоказано достаточно надежно, а на Белимиде это, скорее, гипотеза. В Европе более молодая, все-таки, поверхность, и, конечно же, она интересная. Интересная. Вот. Ну, это уже там про S2UI. Вот. Ну, вот такой, наверное, у нас тоже на этом. Краткий вам обзор системы Юпитера, самой планеты и Галибилла Испытника. Давайте на 15 минут тогда прервемся и... Субтитры сделал DimaTorzok